Несколько дней ливней, конечно, потрепали нервы, почти уже выходили из берегов реки. Но жители были хорошо проинформированы о возможном подтоплении, поэтому хозяева домов вблизи Ашеймы Капсы не спали, были готовы к эвакуации. Никто из людей не пострадал, комиссия провела проверку, и кому необходимо оказана помощь, в том числе медицинская. Оперативно вышли, скажу так. Оперативно у нас появился свет, вода везде, дороги были очищены, за исключением тех моментов, о которых я сейчас сказал. Все остальное в полном объеме работает. Повторю еще раз, что до конца недели дорога с Наджигов будет восстановлена, электрики восстановят свет, и мы будем по постоянной схеме работать. Глава города дал поручение службам продолжить чистить реки. В частности, речь шла о необходимости очистки верха реки Хирота. Обсудили и подготовку к зиме. Паспорт готовности курорта к отопительному сезону должен быть получен к 5 ноября. Все 122 котельные города доложили о своей полной готовности. Уже включили отопление в перинатальном центре, а весь жилой сектор будет подключен, как обычно, 15 ноября. Сейчас проходит проверка теплоснабжающего предприятия Ростехнадзора. Она продлится две недели. Были сложные вопросы по погашению задолженности между Сочи-Кургаз и Межрегионгаз, точнее, и Сочи-Теплоэнерго. Благодаря усилиям, Вашему Антону Николаевичу Ильдару Петровичу, спасибо отдельно депутатскому корпусу. Одобрено изменение в бюджет. Наше муниципальное предприятие берет кредит в 500 миллионов рублей. А это значит, тепло в дома поступит вовремя, долги за газ погашены, но жильцам необходимо вовремя платить за коммунальные услуги, чтобы не возникали задолженности. Некоторые добросовестные компании – это долги ваших жителей. Но жители просто не должны. Я же еще раз говорю, я не зря об этом говорю. Друзья, наша задача – это им всем объяснить. Живешь, надо платить за коммунальные услуги. Надо платить. Ну нельзя, мы же такие бешеные деньги тратим за счет того, что кто-то считает, что ему работать не надо, но благами пользоваться надо. Задолженность населения есть и за вывоз мусора. На сегодня это свыше 450 миллионов рублей. Чтобы уменьшить расходы спецавтохозяйства, предлагается активно работать по организации раздельного сбора мусора. Ведь выброшенные пластиковые бутылки или бумага могут быть переработаны. И в Сочи есть примеры такого полезного сотрудничества с предпринимателями. А в целом курорт готовится ко дню города. В рамках подготовки сотрудники администрации проверили, как благоустроены муниципальные и частные территории. Только за незаконное размещение рекламы в октябре выписано более 200 штрафов. Тем же, кому претензий нет, предложили принять участие в городском конкурсе. Свои заявки претендентам на звание «Лучший домком» или «Самый благоустроенный двор» нужно подать до 10 ноября. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!